Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Как известно, у Бога нет забытых людей и тем более детей. Сегодня мы предлагаем вам побывать в колонии для несовершеннолетних и убедиться, что даже там возможна духовная жизнь. Как часто родители подростков опускают руки, когда их любимое чадо становится малоуправляемым и в довершение уходит из церкви. Кажется, что сделать уже ничего нельзя. На самом деле, к вере можно привести даже ребенка, никогда не слышавшего о Христе, да еще и приступившего черту закона. В Колпинской воспитательной колонии таких примеров немало. Многие ребята включаются в приходскую жизнь тюремного храма. Но для того, чтобы мысли о вечном посетили подростка, необходимо удобрить почву. Сильно отличается от взрослых в колонии тюрем. Другая совсем обстановка, другой контингент людей. Конечно, в чем-то сложнее здесь с такими молодыми людьми в возрасте от 14 до 18 лет. Но, конечно, трудиться нужно, потому что есть всегда большие шансы на то, что можно помочь ребятам справиться, найти какой-то новый путь в жизни. Но по опыту своего служения могу сказать, что это сложнее, чем работа со взрослыми. Видите, в возрасте 14-18 лет, то возраст, когда даже хорошие дети из церкви обычно уходят, они приходят. То есть нужно что-то такое специальное придумывать для того, чтобы в этом возрасте и таких непростых ребят все-таки привлечь к духовной жизни, к Богу, к церкви. Поэтому одной службы священника, который приедет раз в месяц, или даже раз в неделю, и даже немножко побеседует, этого, конечно, недостаточно. В связи с этим у нас уже в течение, наверное, около 15 лет сюда ездит большое количество мирян и специалистов, и просто энтузиастов, скажем, которые проводят и беседы, и занимаются самыми разными видами творческой деятельности с ребятами, которые здесь находятся. Прежде всего, это повод выйти на какой-то личный контакт, на разговор серьезный, получить определенное доверие у этих ребят. И вот тогда уже можно начинать какую-то на этой почве работу. Поэтому, конечно, мое служение здесь, как священника, оно в основном заключается в служении божественной литургии, совершении других таинств, крещения, скажем, исповеди, конечно. Но это все может дать какой-то настоящий результат именно при вот такой подготовке почвы. Вот почва должна быть возделана. И вот здесь очень большую роль играют, конечно, те люди, вот волонтеры, так или иначе, которые сюда приезжают и здесь работают. Отец Александр служит в Колпинской колонии 16 лет. Всегда он привлекает и волонтеров, которые не просто навещают ребят, а проводят с ними серьезную работу. Здесь оборудована библиотека, проходят лекции и встречи, просмотры кино с обсуждением, занятия живописью с настоящим художником. А теперь будет еще и школа колокольного звона. Совсем недавно в колонии появилась своя звонница. Ровно год назад родилась идея построить на нашей территории звонницу. Был проделан огромный объем работы. Сначала на бумаге придумали чертежи, как нам сделать, а замысел всего этого, чтобы в местах лишения свободы появилась вот такая звонница, как искорка, понимаете. Обучать ребят звонарному искусству будет признанный мастер. Это дело поручили отцу Павлу Радину. Раз надо, значит, надо. Приехали, посмотрели, перевесили, сделали, потому что там в каждом окошке красиво висел колокольчик, а нужно было, чтобы под правую руку шло два, там вся симметрия сразу нарушилась. Вот мы вышли из ситуации, симметрию восстановили, поставили стол, поставили площадку звонарскую. Сегодня перед службой я натянул веревки кевларовые, чтобы погоду любую выдерживали. И, соответственно, на этом поставили точку. Сделали эту колокольню сами волонтеры, насколько я понимаю, насколько я знаю. Колокола на ней висит. Воронежские фирмы «Вера», настроены по трезвучию. Мажорное трезвучие, пять колоколов. Я условно скажу, я не знаю, какая тональность, но «до ми, соль, до ми». Особенность такой тональности в том, что звон всегда будет радостным, праздничным и оптимистичным, что для такого места – настоящая находка. Уроки колокольного звона у ребят начнутся совсем скоро. Осмысленно заполнять досуг ребят, церковь помогает с тех пор, как здесь появился отец Александр Степанов и его добровольцы. Их духовно-просветительский центр «Путь» пережил немало перипетий, но остался и укрепился на территории колонии. Когда я, вообще, это моя деятельность волонтёрская, работаю воспитателем в Доме милосердия, и 4 мая в субботу мы с детьми ходили покупать продукты для того, чтобы печь куличи. Зашли в магазин, выбираем всё, и вдруг такой возглас. Вы, я поворачиваюсь, и меня берёт мальчик в объятия, кидается, так сжимает, что хруст костей можно услышать, и несколько минут. Я говорю, всё, Даня, всё-всё позади, всё позади, окружающие ничего понять не могут. То есть я ощущаю всегда посвящённое себя. Вот в это братство, и там другая жизнь, а Даня – окан. Он освободился 3 дня назад, и я как раз не успела дать ему телефон и попрощаться. То есть вот я не считаю, что эти встречи случайны, и когда я вижу, что они нас принимают, принимают, и внутренним делятся, и мы помогаем им пережить вот это время, и когда они ещё начинают приходить в храм и молиться. Вот если в начале деятельности я всегда сетовала на то, что не поющий человек, и как-то не читающий, в общем-то, то сейчас даже их этому учить не надо. Они правила каждого воскресенья вычитывают бойко, лучше нас, знают основные молитвы. Вот и сегодня многие не кушали, причащаются, исповедуются и ждут. И для них, когда они приходят в это здание, они как бы зона свободы, они выходят за рамки, за эти вот тюремные рамки, потому что мы общаемся с ними. И вообще здесь ситуация в целом очень изменилась с приходом Владимира Ивановича, вот Ивлева, нового начальника. У них много очень хорошего делается, но здесь всё равно как бы тепло. От храма всегда тепло, и ощущение Бога, и доброты. И когда их провожаешь, мы ведём социальное служение по их запросу, одеваем их на выход, сопровождаем до вокзала, вот, например, в Мурманске, или в Новгородскую область, до дома довозим. Они говорят, пока не встретились с вами, мы не знали, что такие люди бывают не именно со мной, а вот с нашей группой. Я говорю, значит, вы просто, может быть, когда не были в храме, по месту жительства, и придумываем разные способы, как их пребывание в храме продолжить на свободе. Например, если они едут в регионы, в Ленобласть, в Новгородскую, в Мурманскую, мы им дарим иконки наших святых с пожеланием отнести в местный храм. И пишем для батюшки поздравления с предстоящим праздником, где описываем, что они, чем они занимались, что они причащались, и с просьбой как-то, в общем, вот такая связь. Как ни парадоксально это звучит, но для некоторых ребят именно заключение под стражу стало не только остановкой, но и поворотом. Может быть, в лучшую жизнь. В Петербурге существует интересная школа. Называется она «Школа успешных родителей». Кто такие успешные родители? В первую очередь, это те, кто умеют понимать детские проблемы и помогать их решать. «Школа успешных родителей» это проект Центра дополнительного образования «Фонтанка-15» на базе Русской Христианской Гуманитарной Академии. Проект для тех, кто хочет научиться понимать своих детей и принимать их такими, как они есть. Для этого там проводятся семинары и тренинги по детской семейной психологии. Психологией я занялась относительно недавно. В общем сложности это получается около 10 лет назад. А подтолкнуло как раз вопросы родительские, потому что я мама... На тот момент я была мама троих детей, сейчас я мама пятерых детей. И вопросы, которые возникали как раз по ходу воспитания, и я искала информацию, где мне ее взять и как мне... Что мне с этим делать, как выйти наиболее, скажем так, успешно, да? Вот, и для себя, и для детей в главном учете. Как вырастить хороших людей, личностей. Конечно, очень многое как раз дала мне Академия, очень много. И знаний, и умений, и навыков, и мои учителя. Ну, а дальше на практике и уже потом, в дальнейшем, как бы получилось так, что теперь уже можно делиться каким-то опытом. И то, что мы делаем, как и в школе успешного родителя, даем знания. Знания, те, которые не хватает порой, те, которые ищешь, но не можешь найти. Примеры такому, например, те знания, даже просто об особенностях развития. Если ребенок начинает, три года что-то происходит, вдруг он изменился, да, почему и как? Что у него это возрастные особенности. или даже знания такие нормы и патологии, когда уже пора обращаться к врачам, да, а когда это еще идет форма просто особенностей возрастные или особенностей лично вот этого ребенка. Да, к примеру, если в три года не говорит, как часто, да, не говорит у меня мальчик в три года, когда надо бить тревогу, когда обращаться. может он просто задерживается в развитии, да, по каким-то причинам объективным, или это просто система воспитания, которую он еще не позволяет ему захотеть говорить. Кризис трех лет в том числе, но я сейчас говорила именно как раз о границе нормы и патологии, когда еще можно обратиться и компенсировать какие-то вещи, именно уже не только семейные, но уже со специалистами, с психологами, с неврологами, то, например, очень хороший пример, когда родители просто не знают, когда это капризы, а когда это реально как бы особенности вот того протекания там болезни, к примеру, или не болезни, а какие-то особенности медицинские, да, вот так, к примеру, гиперактивные дети, ну, не любят они, для них чувствительность, например, кожи у них повышенная, да, они не любят шаршавые вещи, а если мама на него одевает свитер и говорит, что вот одень, а он не хочет, это не каприза, он просто не хочет, какие-то дети есть, они не переносят очень громкого звука, то есть вот такие маленькие симптомы, которые специалист может сложить в общую картину, увидеть и сказать, что вот здесь вот есть некоторое отклонение, да, от развития, с которым можно вот сейчас компенсироваться и дальше пойдет нормально, то есть дальше уже выйти на обыкновенный вот нормальный путь, вот это знание тоже, которое мы даем нашей школе, помогаем родителям узнать ближе своих детей, вот то, что как раз с любовью, да, одна из, то, что относится к любви, это знание, знание о себе и знание о ребенке в первую очередь, да, какие у него есть особенности, какие у меня есть особенности, то, что я могу сама справиться или когда я не могу сама справиться, мои переживания, то, что мы обсуждаем, да, переживания различные, чувство вины у родителей и по отношению к детям раздражительность и гнев, откуда это берется, вдруг вот люблю, да, но вдруг начинаю раздражаться, почему это, вот это то, что мы пытаемся донести и сказать тоже на наших занятиях. Родитель нуждается в том, чтобы иметь навыки родительства, умения и стать успешным в этой профессии для того, чтобы быть счастливым. Это один из моментов, который позволяет ему быть счастливым. И поэтому в связи с этим, когда у нас сформировалась программа дополнительного образования, одним из направлений, не единственным, но одним из направлений явилось направление «Школа успешных родителей». Эта школа, она существует в течение двух лет, и на самом деле она включает из себя возможность рассмотреть проблемы развития ребенка, возможность столкнуться с анализом его различных трудностей, которые у него возникают. И мы начинаем с родителями беседовать с момента первого года жизни ребенка. Мы можем рассказать, какие у него есть особенности, почему он такой умный или задумчивый, почему он агрессивный или спокойный. Это, безусловно, родители волнует. Но большая часть проблем появляется, когда ребенку становится три года, и вдруг такой дивный, мягкий, как замечательный ребенок, становится неистовым тираном, и родители начинают волноваться, виноваты ли они в этом. Испытывают какие-то сложности, им непонятно, почему послушный ребенок стал им противоречить, почему он ведет себя вызывающе часто, почему он их не слушает. И, конечно, они беспокоятся и начинают задумываться, а правильно ли они воспитывают детей, и насколько это правильно происходит, их воспитание. Ну, конечно, потом такой акцент, это когда ребенок пошел в школу. Вот он пошел в школу, и он стал совсем вроде бы другим. У него появились какие-то другие важные взрослые, которые его учат, и ребенок может сказать строго маме, что задачу нужно решать не так, что Елена Петровна говорила по-другому, и что мама абсолютно не права, и в этом не ориентируется. И, конечно, это сложные переживания родителей. С одной стороны, они рады, что появился взрослый человек, который тоже влияет на их ребенка, но с другой стороны, им интересна зона этого влияния. Появляется очень много проблем. Ну, там, скажем, дети лгут, дети воруют, дети не слушают родителей, дети плохо учатся, дети сидят в компьютере с утра до вечера. И что с этим делать? И когда этот ворох вопросов падает на голову родителей, он пытается, если он хочет быть успешным, найти на них ответы. Он пытается найти специалиста, с которым поговорить, или найти единомышленников, других родителей, которые могут ему помочь. Плюс это очень... Тут много вопросов зависит от семьи. Как известно, там, среди все-таки православной среды, очень много родителей, которые имеют многодетные семьи. И таким образом им нужно быть одновременно родителем двухлетнего ребенка, семилетнего, пятнадцатилетнего и совсем взрослого. Это часто бывает сложно и, с другой стороны, радостно. И это тоже вызывает свои вопросы, как воспитывать ребенка в многодетной семье. Приходят и другие родители, у которых ребенок единственный. И они тоже хотят понять, какие плюсы в этом воспитании единственного ребенка и какие могут быть минусы в воспитании единственного ребенка, с какими сложностями в социальном пространстве столкнется ребенок, когда он вырастет один, не будет ли он эгоистом, будет ли он уметь строить отношения с взрослыми людьми и так далее. Вопросов много, их множество, и их, безусловно, хотят решать. У нас в гостях детский психолог Наталья Валерьевна Северова. Тема беседы – детская ревность. Здравствуйте, Наталья Валерьевна, рада вас приветствовать. И сегодня мы продолжаем наши ответы на вопросы телезрителей. Хотелось бы, чтобы вы на этот раз побеседовали с нами на тему детской ревности. Этот вопрос задается очень часто, и действительно, в семьях, где не один ребенок, а двое, трое или четверо, детская ревность между детьми – достаточно распространенное явление. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько это нормально, и что все-таки делать родителям в этой ситуации. Да, действительно, такая проблема существует. Это и радость, когда рождается второй ребенок, и долгожданная, может быть, радость у родителей. Но для детей нередко это некоторое переживание, и некоторые даже могут быть негативные опыта в начале. И для него это какое-то испытание, потому что он действительно был один ребенком в семье, вокруг него все крутилось, это и бабушки, и дедушки, и подарки, и мама с папой. А тут рождается еще один малыш. И как к этому относиться ему? Тоже еще малышу. Давайте будем говорить сейчас еще пока малыш, потому что разница в возрасте может быть, конечно, разной. То есть мы бы можем сейчас сказать, что рождается второй ребенок, когда ребенку старшему года два, три, четыре, дошкольнику. Потому что дальше там уже немножко другие проблемы возникают. То есть он был маленький, он еще и маленький остается. И тут рождается еще ребенок. И этому ребенку старшему еще не объяснить даже, что мама в животе кто-то живет. То есть можно об этом говорить, но у него нет еще такого сознания всего происходящего, естественно. Когда приносят малыша из роддома, мама вся поглощенно занимается этим ребенком. Она его кормит, она его обнимает, она его все доносит. Хотя, конечно, обнимает и старшего, и соскучилось, и ребенок. Но для него это стресс, это такой удар. Потому что тут все вокруг него было. Мамы и так не было очень долго. Она была где-то там в больнице, как говорили, в животе кого-то вынимали, ей рассказывали. Тут принесли этого малыша. Здесь важно сразу обратить на это внимание. Конечно, нужно обнять, приласкать по возможности, когда ребенка малыша уложили, чтобы мама побыла со старшим ребенком и пошепталась с ним. Она показала, как она его любит, как она ждала встречи. И вместе они подойдут, и она покажет, расскажет, разрешит погладить, потрогать. Но дальше, конечно, нужно маму освободить ее время, когда она уже покормила ребенка маленького, который сам требуется постоянного внимания, контроля и кормления постоянного. Освободила бабушка или папа, пускай освободят. И сходят погуляют с этим маленьким родившимся, новорожденным. А мама побудет уже с тем малышом, который уже вырос, который требует от нее игр, общения, рисования совместного. Не надо этого ребенка сплавлять бабушкам сразу или тете, старшему ребенку, пока мама занимается малышом. Потому что, конечно, обида может укорениться в сердечке малыша, от этого уже подросшего малыша. И он же уже его считает большим, он говорит, ты же большой, ты же взрослый, посмотри, малыш, а он же еще маленький. Ему тоже надо говорить, ты у нас еще маленький, ты у нас еще хороший, мы тебя все любим. Ему тоже нужно так же дарить, приносить игрушки. Если приносит погремушки или что-то еще, тому, ну, наверное, все знаете, нужно принести тоже обязательно какой-нибудь подарочек. Пускай он будет небольшой, но за это знак внимания. Он знает, что он не обделен, что всю жизнь продолжается. И маме дальше совместно уже, будет это мальчик или девочка старший, по-моему, его привлекать, этого малыша, к участию уже в режиме дня, вот этого новорожденного. Что вместе показывает, как купать, что она его кормит, может быть, ему нужно открыть баночку, потрогать воду в ванной, может, принести там подгузник или пеленочку, как-то попробовать его вовлечь. Это весь процесс общения. Ну, дальше уже, когда дети вырастают, если это погодки, ну, если это погодки, там свои сложности, даже можно немножко приблизить это и к близнецам, потому что считаются погодки как близнецы практически, похоже. Если разница там более существенная, когда один ребенок опережает по развитию уже старшего, младшего, а здесь нужно тоже быть очень внимательным, потому что старший ребенок, он может немножко перестать развиваться, то есть он будет пытаться также опускаться до уровня вот этого вот малыша более маленького. Он может так, ну, там ползать, это еще не самое страшное, но если он начинает шепелявить, сюсюкать вместо того, чтобы, да, там читать стихи, или, ну, как-то вот не хотеть заниматься, может быть, взрослыми какими-то там своими игрушками, тут надо плавно, мягко переключить, может быть, его, то есть не нужно там, наверное, кричать на него, там, заставлять что-либо делать, ну, переключить и внимательнее к этому относиться, потому что младшему в этом смысле легче, он будет тянуться за старшим и, скорее, может быть, даже, чем он, будет стараться выучить азбуку, те же буквы или, там, цвета, счет, потому что ему есть на кого смотреть, старшему труднее, потому что он должен все время быть как-то на высоте. Вот этому тут нужна помощь родителей, то есть отдельно позаниматься, может быть, что-то более интересное, красочное купить, что было интересно, тоже как бы как ребенку, ну, вот уже на уровень поинтереснее, не забывать об этом. Нужно всегда рассматривать семью в целом, потому что детей, ну, нельзя рассматривать отдельно от родителей. Если происходит какая-то конфликтная ситуация в семье, нужно обязательно рассматривать, что происходит вообще с каждым членом семьи и вместе, потому что бывает какой-то конфликт назрелый между родителями, и что-то происходит вообще неординарное, и нужно на это тоже обратить внимание. Все идет от родителей, как они себя ведут, как себя ставят, как относятся, то есть задумать, нужно задуматься и посмотреть вглубь себя, что правильно ли мы все делаем. Вот. Ну, если уже ребенок действительно агрессивно себя ведет и уже страшно заставлять его, может быть, да, вот с другим ребенком боитесь, что он что-то сделает, то, конечно, лучше этого специально не делать, потому что, ну, на самом деле, может что-то произойти. И ребенок не будет в этом виноват. То есть только вы будете себе, ну, локти кусать тем, что вот вы допустили, допустили этого. Нужно, наверное, усилить, ну, во-первых, если вы люди верующие, усилить молитву, и, может быть, усилить совместные походы в храм, по святым каким-то местам, даже просто побыть где-то рядом с колокольным звоном, где-то послушать, погулять совместно. И увеличить количество, может быть, вот таких вот совместных мероприятий. Обязательно с папой и с мамой, чтобы отвлечь ребенка, как-то переключить его на что-то другое, чтобы он понял, что вместе всем намного даже интереснее, чем если бы он был бы один в семье. Что вот так вот веселее, что можно забавно посмеяться над рожицами вместе, или вместе плескаться в воде, или поковыряться в песке. Все вместе с семьей. Тогда вы как-то это излечите. Ну, если это не помогает, то, безусловно, нужно обратиться к специалисту. И он вам подскажет, ну, что нужно сделать дальше. Когда мы говорим о ревности в семье, стоит, наверное, еще обратить внимание вот на такую особенность. Бывает, что не только дети между собой ревнуют друг друга, но и дети ревнуют одного родителя к другому. Чаще всего это мама, которая ревнует к папе, но бывает и наоборот. Что скажете по этому поводу? Нормальная ли эта ситуация? И что делать родителям? Здесь же опять повторюсь, что нужно рассматривать семью в целом. Возможно, изначально, еще до рождения детей, у родителей сложилась какая-то конфликтная ситуация. И неправильно распределены роли, может быть, между мужем и женой. Может быть, там есть недостаток любви или еще какие-то причины. И когда рождаются дети, дети совершенно не справляют ситуацию, а наоборот ее усугубляют. И вот это все нужно рассматривать, конечно, вместе. Но действительно, может быть, большая сильная привязанность ребенка к маме или к папе, наоборот. Ну, чаще к маме, наверное, все-таки, да? Потому что мама ближе, мама больше занимается. Это действительно может быть ревность к папе, потому что она отнимает от нее его время. Опять же, родителям нужно усилить совместные какие-то походы. И обязательно папе не уклоняться, не избегать вот этого общения. Как бы, может быть, было неприятно ему слышать, что его не хотят, может быть, видеть или не хотят видеть его присутствие. Придумать что-то такое, может быть, что-то совершенно новое. Может быть, поехать куда-то, съесть какую-то поездку, где папа может проявить себя совершенно по-новому, по-интересному. Поэтому если родители не будут трудиться над собой, то просто так ничего не произойдет. Только таким образом совместно можно помочь ребенку. Ребенок же не виноват. Он просто действует не по злому умыслу. У него просто что-то не получается. Он не может докричаться, когда у него какая-то проблема. Поэтому он может быть иногда злым, неравновешенным, агрессивным или плаксивым. А то, что связь такая с мамой есть, это тоже хорошо. Нужно, может быть, даже радоваться этому, потому что это богом данная связь. Она как бы такая, это родной человек твой. Нужно просто немножко направить правильное русло. Ну и последний вопрос, который бы хотелось задать. Это все-таки, когда нужно обращаться к специалистам? Какие звоночки говорят родителям о том, что уже пора привлекать психолога к решению проблемы? Ну, конечно, это какие-то неадекватные реакции. Если неадекватных реакций таких нету, явных признаков, если ребенок тихий, допустим, да, и застенчивый, нужно, конечно, внимательно наблюдать за появлениями каких-то у него соматических проявлений. Ну, у него может быть чаще болезнь живот, чаще болезнь голова. Он может чаще беспокоиться о чем-то. Может быть даже какие-то тики проявления нервные. Может немножко заикаться при присутствии, может быть, того члена семьи, который ему неприятен. Вот. Может быть, какие-то вдруг истерики, когда он вдруг не хочет идти даже или играть с любимой игрушкой. Это может быть и перед болезнью быть, и перед тем, что зубы режутся, или там возрастные какие-то особенности, да, кризисы. Но если это повторяется, то, по-моему, должна быть очень внимательна. И лучше сходить, и не бояться сходить к специалисту, проконсультироваться, поговорить, все рассказать и удостовериться в том, что, может быть, все нормально. А, может быть, нужно принять уже какие-то, ну, серьезные какие-то действия или просто как-то немножко подкорректировать поведение, и все станет нормой. С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!